Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. 21 августа, понедельник, и давайте посмотрим, с чем начинается у нас новая торговая неделя. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент коррекционно нисходящее движение продолжается, а возврат к покупкам может произойти только после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это отметка 1.1774. Поэтому основной сценарий придерживаемся его на текущий момент, но тенденция на ослабление продолжается. Теперь ближайшие цели по нисходящему движению находятся в области минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе. Это отметка 1.1664. Пара британский фунт, американский доллар, в пятницу пытался закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в среду и четверг, но к концу торговой сессии были обновлены локальные минимумы. Поэтому пока на текущий момент тенденция на продолжение роста, на укрепление британского фунта пока не подтвердилась. И на текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете в рамках часового, то есть краткосрочного таймфрейма. Возврат к покупкам может произойти в том случае, когда пара уже сможет полноценно закрепиться выше максимальных значений, который мы видели в пятницу на прошлой неделе, это отметка 1.2917. И тогда уже откроется сценарий роста на 1.34. Пока на текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете в рамках более мелкого таймфрейма. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает укрепляться. На текущий момент ближайшая цель по восходящему движению находится в области максимальных значений прошлой недели. Это отметка 79.61. После закрепления данного уровня уже следующий уровень находится в области 80.41. Возврат к продажам и начало коррекционного нисходящего сценария будет актуально в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это отметка 78.68. Пара американский доллар и японская иена продолжает снижаться. Теперь ближайшая цель, по крайней мере, в течение ближайших 1-2 дней – это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это отметка 108.63. Именно туда сейчас пара и движется. Коррекционное движение и возврат к покупкам может произойти в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это отметка 109.58. Тогда мы вновь пойдем уже на следующий заход на отметку 110.90. И после преодоления данного уровня уже в среднесрочной перспективе возможно укрепление американского доллара. Но на текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете как в среднесрочном, так и в краткосрочном тренде. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают снижаться. Пара евро-фунт продолжает также свое движение в сторону основного тренда, то есть укрепление евро против британского фунта. Теперь ближайшая цель это закрепиться выше отметки 91.48. На то сейчас пара и движется. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях пятницы. Это отметка 90.89. Золото на текущий момент продолжает укрепляться. К концу пятницы мы вернулись практически к минимальным значениям, которые мы видели в четверг. Сегодня с утра также торговались вблизи уровня 1281 доллар за тройскую унцию. Но на текущий момент в рамках краткосрочного таймфрейма, краткосрочного и среднесрочного основной тенденцией устается именно на укрепление золота. По крайней мере пока мы торгуемся выше отметки 1280 долларов за тройскую унцию. Соответственно ближайшая цель на текущий момент это обновление максимальных значений в области 1300 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. В пятницу нефть смогла закрепиться выше максимальных значений четверга. Доходили в пятницу до максимальных значений в области 5305. И на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции укрепление нефти остается в приоритете. Возврат к продажам, а значит и возврат к основному тренду произойдет в том случае, если нефть может закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу. Это отметка 50.86. Ну и по индексу DAX тенденция на ослабление продолжается. В пятницу мы не увидели уход выше максимальных значений четверга. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях. В пятницу это отметка 12197. На текущий момент ближайшая цель это закрепиться ниже отметки 12079 и дальше уже 11912. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Сегодня понедельник, поэтому всем желаем хорошей торговой недели. Напоминаю, что каждый понедельник в 19.30 по московскому времени у нас проходит вебинар, на котором мы более детально разбираем каждый из инструментов. И я также отвечаю на ваши вопросы. Ссылку на регистрацию на вебинар вы можете найти под этим видео. Как всегда, если вам она понравилась, то ставьте лайк. Если есть вопросы, то пишите в комментариях к этому видео. Всем спасибо за внимание и увидимся уже на следующих видеообзорах. Продолжение следует...